Молодой Сергей Жуков, повзрослевший Сергей Жуков, Алексей Потехин. Руки вверх, руки вверх, руки вверх, мы все вместе пели. В этом фильме, если есть Золушка, это Сергей Жуков, кто тогда злая мачеха? Имевших хитов полно, продолжающих их делать одна. Сергей Жуков, твой отец. Это не стыдно? Да, сынок, было. Я лично боюсь, очень боюсь в какой-то момент прочитать какой-нибудь комментарий, типа, ну это вообще не Потехин. Просто атмосфера Лужников у нас сегодня здесь. Потому что у нас в гостях актеры, которые сыграли в фильме, который вот-вот выйдет на экран. Данный фильм называется «Руки вверх». О чем, казалось бы, может быть «Руки вверх» фильм в нашей стране? Да вы все прекрасно поняли. И у меня сегодня в гостях молодой Сергей Жуков в картине. Это Энджел Жуков. Энджел, пожалуйста. Повзрослевший Сергей Жуков в картине Влад Прохоров. И Алексей Потехин в картине «Илья Русь». И я, старая «Ямаха-синтезатор» Константин Анисимов. Здравствуйте, друзья. Положитесь. Мы говорим о этом фантастическом фильме. У нас получается, как бы вы между двух Жуковых в разных временах сидите. Можете загадывать желание. Прежде чем начнем, расскажите. Я хочу, чтобы ты все-таки, Энджел, закончил. Что для вас до съемок фильма группа «Руки вверх»? Опа! Для меня, вот я человек из Перми, и, понимаете, вырос в городе, то есть обычном нашем русском городе. Меня воспитывали бабушка с дедушкой. И мой музыкальный вкус, он немножечко у меня отставал. То есть я никогда там не увлекался современной музыкой, и даже по сей день я не очень хорошо ее там в ней разбираюсь. Что для вас современный артист? Эдита Пьеха. Современная? Конечно, конечно. Я вот прекрасно, как она танцует, как она двигается. Но, к сути, к тому хочу сказать, что «Руки вверх» для меня – это были мои дискотеки. Это мой детский лагерь, мои там первые тоже свидания были под группу «Руки вверх». Да. И, может быть, даже мимолетный поцелуй. О! О! А приходилось ли, допустим, слушать «Руки вверх» тайком от бабушки с дедушкой, потому что они как бы других музыкальных вкусов? А я почему про это сказал? Наоборот, таки у меня бабушка с дедушкой очень любят группу «Руки вверх». Точно! Это же такой период, когда уже бабушки с дедушками любят группу «Руки вверх». А я-то думал, вот как! Ничего себе! Ну, вы, может, тоже скоро дедушкой уже станете. Спасибо. Илья, а для вас? Я уже рассказывал эту историю, но я расскажу ее еще раз. Может быть, у вас другая какая-то структура? Нет, я хочу рассказать ту же. Давайте. Только расскажите ее лучше, чем в предыдущем. Еще лучше? Я сделаю все возможное. Третий или четвертый класс. Возможно, пятый. Мне, получается, лет 10. Возможно, 11. И мы с классом едем в цирк. Ну, с классом ездим в цирк. Вот мы едем в цирк. И после представления нам раздают из коробки, как подарки какие-то, вот прощальные, кассеты. Совершенно рандомно какие-то кассеты. Так. И придя в автобус, когда мы уже классом, мы начинаем показывать другу, кому какая кассета попалась. Мне попалась кассета, английский язык, аудио, уроки английского языка. А моему соседу попалась кассета, руки вверх, вот с двумя маленькими мальчиками на обложке. Это, по-моему, сделай громче. Или фанаты мне помогут. Какой-то альбом. Дышите равномерно. Да? Дышите равномерно. Именно. Я вас проверял. Молодцы. И я говорю, а что это? Он говорит, это вот руки вверх. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, это музыка типа такая. Я говорю, какая музыка? Вот, английский. А потом, я приехал домой, я узнал, что у меня есть такая кассета. Английского? Нет, нет. Руки вверх. С двумя маленькими мальчиками кассета группы Руки вверх. Это действительно равномерно. Ну, получается так. Да. Я послушал, что это такое. В 11 лет. И в 10. Мне еще было как-то, наверное, не очень понятно, о чем там все поется. Так, что куда там целовать и увозить и везде, и что. Ну, возвращаясь... Интернета еще такого мощного нет под рукой. Его вообще еще не существовало. Это был 809 год. Был такой, что 2022 год, нам раздают кассеты. Цирк же. Нет, нет, это был, получается, 2002. Ну, да, наверное, где-то так, что кассеты уже начали покидать нас. Да, и все. Из-за того момента началось мое знакомство с группой Руки вверх, которая претеследует меня до последнего момента. И вот настигает. И становится любимой группой всех времен, народов. Год снимались, и ты ни разу мне эту историю не рассказывал. Вот. Представляете, вот, жили с человеком, и рука об руку, и ты мне ни разу не рассказываешь. Вот ровно поэтому Жуков с Потехиным из-за истории... Ну, ладно. Энджела. Ну, вот расскажи, я понимаю, что для тебя ты родился, а Руки вверх вокруг. А Руки вверх тебя берут на руки, что уж там. Ну, что мне сказать? Ну, я начну с того, что Руки вверх это для меня не просто легендарная группа, которая она есть, это для меня просто семья в первую очередь. Потому что с начала моих маленьких лет я слушал Руки вверх, и всю мою жизнь я жил на песнях Руки вверх. И я очень благодарен папе, что я вырос таким человеком. Я не знаю, какое ты уже по счету поколение выросший на песне группы Руки вверх. Мы не будем даже это считать, но ты вырос прям максимально близко к динамику. Понимаешь? Да. Слушайте, ну тут... Я посчитал. Да. Я думаю, что пять. Пять поколений. Сколько? Ну, поколение десять лет считается, правильно? Пять лет считается. То есть пятьдесят лет... Ну, а знаете, я как почему подумал, что десять лет это же поколение, а можно закидать... Ладно, мы можем это вырезать просто, и все. Я не знаю, мне кажется, что вот... Оно вот еще в прошлое как будто бы зашло. Слушатели-то из прошлого, которые уже были взрослые, когда появилась группа Руки вверх, они так увлеклись, и идут отрываться даже, если им, например, там под семьдесят. А давайте спросим, напишите, пожалуйста, в комментариях, во сколько лет вы впервые прочувствовали вкус песен группы Руки вверх вперед? Самый интересный комментарий, как всегда... То есть не услышали впервые, а прочувствовали вкус? Да, да, потому что, допустим, я был вот во времена Руки вверх, я ходил и слушал такую тяжелую зарубежную музыку. Сейчас, когда я уже сам тяжелый человек, я, конечно, выберу Руки вверх, а не какую-то там тарабарщину на английском языке, хотя у вас кассета на английском есть. Там самоучитель языка, там не в музыке. Хорошо, давайте так, ну, согласитесь, мода на боепике, она прямо вот сейчас идет максимально в пиковом показателе. Про Короля и Шута сняли. Иванушки. Есть. Это другое. Я не договорил. Комбинация. Вуаля. Расскажите, пожалуйста, ваш фильм, он будет о становлении группы Руки вверх? Или там есть какой-то движок? Он для фанатов, для тех, кто хочет поностальгировать, или для того, чтобы еще и нового зрителя привлечь и слушать или для этих песен? Делитесь. Вот для меня наш фильм, что история создания группы Руки вверх, как это происходило, но я тоже вот уже про это говорил, что самое важное, наверное, это верить в себя, потому что... А можно так? Нет, можно ли это говорить? Да почему не? Можно. Да, говорите, говорите. История про то, когда у человека появляется мечта, человек в нее верит, идет, делает все для этого, и это случается. Наверное, наш фильм про это, что вот когда-то маленькому Сергею Евгеньевичу захотелось писать музыку, и потом после этого... Он стал суперзвездой. Суперзвездой, да. Становление суперзвезды сквозь призму того самого времени. Да. Замечательно. А продюсером, соавтором сценария и, естественно, композитором фильма стал Сергей Жуков, твой отец. Вот эта новость. Мы год снимались, и я про это не знал. И как-то он сказал, что это будет фильм про Золушку. Вот здесь есть про мечту, а он сказал, что про Золушку. Хорошо. Вот на ваш взгляд, в этом фильме, если есть Золушка, это Сергей Жуков, кто тогда злая мачеха? Мне кажется, у меня есть ответ. Так. Злая мачеха в этой концепции, это поздние 90-е. Так. Это то время, которое, как бы, может быть, сейчас все циклично в истории, сейчас тоже говорят, что вот невероятное время возможностей. Тогда тоже это было своего рода, как это называли, время возможностей, кто был ничем, мог стать всем. Но на самом деле это было катастрофически, насколько даже я чуть-чуть застал 90-е, ну, будучи ребенком, конечно, одним глазком, насколько это было непростое время. И заниматься любимым делом, и проходить через все тернии и проблемы в поздние 90-е, мне кажется, это дорогого стоило. Это был титанический, тяжелейший и опасный труд. Вот это и была мачеха. Энджел, а тебе как-нибудь папа объяснял, про что этот фильм? Не то, что объяснял, но он, конечно, рассказывал все про этот фильм. Я был в курсе всего. И он мне... Я за что обожаю своего папу? За то, что каждые вещи, которые связаны с творчеством, он всегда это делает творчески. Вот он одел наушники, начал слушать музыку, свою, не свою, переделанные версии. Он сидит, все слушают музыку, ну, как обычно сидят, слушают музыку. Он очень энергично, он встает, начинает. Вот я обожаю за его энергию. Я безумно ему за это благодарен. Про фильм, что я могу сказать? Он мне рассказывал... Я смотрел фильм, и он мне показывал несколько ключевых моментов со мной, и которые нравились папе. И я очень рад, что такой фильм выходит. Ну, ты вот человек нового поколения, когда смотрел эпизоды, картину или читал сценарий, ты переспрашивал у папы, папа, что так реально было? Да, конечно. Было много моментов, когда по сценарию был какой-то момент, и я спрашивала, пап, нет, ну такого не может быть. Он такой, да, сынок, было, было дело. А это ко времени привязано, или это такие обстоятельства, вот шоу-бизнеса именно, что в шоу-бизнесе иногда нужно быть чуть жестче со своими... Нет, я считаю, это со временем связано. Когда в 90-е только все это началось, это было легендарно. И я, правда, мне было очень интересно, когда папа читал нам сценарий первый раз. Я прям сидел и слушал, не отрывая глаз, правда. А ты бы хотел жить в 90-е? Неожиданно. Ну, посмотрев на это... Я не знаю, каково это было, но судя по некоторым этим... Слушайте, хотел бы, конечно, не то что жить, но побывать там. Это каждый человек мечтает. Ну, как сказать? Я бы там мечтал побывать, но если жить, то вряд ли. Хорошо. Ну что, я прочитал, что на роль Сергея Жукова пробовались более 500 человек. Как так получилось, что вот сквозь вот такую вот воронку 500 артистов, которые тоже могут двигаться в такт музыки, надо было ли петь, надо было ли разговаривать? Как, Сергей? Расскажи, как все произошло. Как ты взял эту роль? Я очень хорошо помню самые первые пробы, и Сергей Евгеньевич уже сразу на них пришел. То есть мы сразу же познакомились. То есть вот это вот... Понимаете, когда актер приходит на пробы, ты сразу же понимаешь важность процесса, который происходит. Это сразу же видно с первых проб. И я помню, что я в какой-то момент даже не верил. Думаю, ну это невозможно, потому что... Думаю, ну, наверное, может быть, где-то чем-то не похоже вот внешне. А когда поговорили, я понимаю, что вот здесь что-то есть. Понимаете? Мы внутри чем-то похожи. И я понимаю, что я могу это сыграть. Ну, потому что, во-первых, я хороший актер, я считаю. Как вы думаете, сколько человек так же говорил на гостинке? Я не знаю совершенно. Примерно 500, наверное. Главное, что есть цель, и нужно к ней стремиться. Это вот девиз. Но проходит время, раз, еще раз вызывают на пробы, еще раз вызывают на пробы. Ты приходишь. А уже там 400-300. Редеет количество людей. Наверное. То есть первые пробы, они были прямо вот как такие прослушивания в какой-то, не знаю, в вокальный конкурс. Нет, нет. Это всегда... Пробы все одинаковые. Тебе посылают сцену, например, где ты ее играешь. Ну, конечно, параллельно нужно было там спеть, попытаться сделать пародию. Вот что-то такое. Что ты пел? Я пел «Чужие губы». Ну, естественно. «Чужие губы». Да. Сам выбирал или там был по тексту? Не, я просто очень песню эту люблю, а потом... Ты сам все-таки. Да, все сам. И как так получилось, что, понимаете, проходит время, 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 и мне звонят, и все-таки мне утверждают. То есть я не верил, понимаете, в чем дело? Я не верил, что такое возможно. Мы вам перезвоним. А когда вы, вот вы впервые увидели, когда уже начали понимать, что вы сыграете Сережу и Алексея, когда вы впервые увидели... Да, есть же еще и парные пробы. Да, да, да. Если для кого-то это новость. Для нас все новости. Ну, вообще есть ситуация, что, допустим, человека берут, но потом, когда приходят на парные пробы, он не подходит абсолютно по росту, ну, и так далее, по внешностям. Они вообще не похожи, там, если играют родители, допустим, что-то еще. То есть это такое... Ну, вот, я хочу узнать, вот когда ваша вот эта первая встреча была и вы поняли, что вы будете играть двух легенд? У тебя много потехиных было? Ну, на пробах. Ну, я сейчас вспомню. Плюс-минус, ну, типа, больше одного? Ну, были. Так уклончиво. Уклончиво. Нет, мы просто были. Итак, а вот кто и посеял конфликт между Алексеем и Сергеем. Кто? Сколько у тебя было потехиных? А у вас сколько было Жукова? У меня было... Ну, я помню трех. Вот трех помню. Я помню, был один Жуков, который был катастрофически выше меня ростом. Сильно. Жуков-баскетболист? Ну, он был, наверное, ну, может, метр восемьдесят. А представляете, каково это было смотреть Сергея Жукова? Это как вселенная Дэдпула, когда вот все разные Жуков приходили, большой Жуков там такой. И в конце концов, когда вы друг друга увидели, было ли у вас вот это вот ощущение, что с этим человеком я буду дальше играть? Ну, нам было клево или легко. Ну, мы прикольно сделали. Мне кажется, мы хорошо сразу же подключились, потому что нужно было моментами импровизировать. То есть должно же быть все по-живому. Ты не можешь там как робот то есть пробовать, в принципе. То есть мы как-то и сошлись в принципе тоже энергетически. Ты почувствовал это? Я до сих пор чувствую. Хорошо. Энджел, у вас не самый очевидный кастинг был, наверное. Как проходил он? Откуда пришла идея? Это вы предложили. Или вам пришел папа и сказал, что ты делаешь сегодня в выходной вечере? Вообще, как это происходило, то я вообще не знал. Я знал существование фильма, но я не знал, кто будет играть. Младшего Жукова, среднего Жукова. Так что мне на самом деле просто предложили ее сыграть и первая, конечно, тоже была проверка определенного рода. И только потом, ну, не знаю, сколько таких копий Жукова можно найти, как все это говорят. Но да, вот так это получилось. А получал ли ты какие-то установки от отца? Или ты такой, как папу сыграть? Я знаю. Вот честно, папа у нас родился 22 мая, а я 11. Я телец. Но он не телец, к сожалению. Но я ему говорю, что ты телец. А он мне не... Ну, он говорит то, что нет, я не телец. И мы с ним очень похожи. То есть, то, что он делает, я абсолютно то же самое делаю. И вот это стучание ноги он постоянно делает. И мы все одинаково делаем. Конечно, по некоторым понятно. То есть, ты все-таки за гороскоп, а не за генетику, судя по всему. Нет. Нет, конечно, некоторые моменты он мне подсказывал, потому что мне надо было понять, как правда он это делал, потому что... Тебе какие-то вот приоритеты были на съемочной площадке, что ты все-таки сын создателя фильма? Или ты вместе со всеми ходил? Вместе со всеми, конечно. Вот. Вот. Как? Вот молодое подрастающее поколение. А тебя, я знаю, что Сергей взял с собой в гастроли, чтобы ты мог увидеть, как это все со стороны выглядит. Расскажи, что-то, может быть, изменилось во взгляде вот на такой вот шоу-бизнес? Что-то поменялось? Какие-то мифы развеялись? Как выглядят гастроли со стороны человека, который впервые туда вошел, просто как в экспедицию? Я даже не могу объяснить, какие эмоции испытал, когда, в принципе, оказался на гастролях с Сергеем Евгеньевичем рядом. То есть, это первый пункт, который у меня произошел. То есть, такой... Что происходит в моей жизни? Может быть, я реально сплю. Я вам серьезно говорю. Первую неделю мне казалось, что это просто кома. И я из нее еще не вышел, наверное. То есть, я не осознавал реальности никакой. Какая у вас задача была на гастролях? Достаточно четко поставленная. Нужно было, в первую очередь, наблюдать. Это была подготовка к съемочному процессу. То есть... С блокнотом. Записывать, наблюдать, повторять где-то там, в уголке встать просто. Ну, это я делал там уже, со стороны наблюдал. Думаю, так, ага, так. Надо запомнить, что если вдруг пригодится там в какой-то сцене, может быть, я так сделаю. То есть, вот максимально... Кроме видеоматериалов и разных интервью, которые были у Сергея Евгеньевича еще какое-то время назад, еще на пленочную камеру, которые снимались, а на гастролях, я побывал в трех сразу же местах. То есть, я был за сценой, я был там, где включают музыку, фонограмму и свет, и был, соответственно, на танцполе. И на одном из концертов, я помню, мне почти прилетело, я что-то так увлекся танцами, что я перекрыл случайно девушке своей спиной вид, и ее мужчина решил показать, кто в доме хозяин. Это были вот эти зрители, ты не перекрыл. Вот. Был такой момент, думаю, ну, если бы меня бы еще побили, это было, наверное, вообще... Погружение уже в нулевые. Но ни этого не случилось, надо все-таки для съемок беречь лицо. Собственников не было. Да. А у вас с Потехиным были какие-то встречи, созвоны, переписка? Это интересная история. Так. Я тоже ее не рассказывал. Прости. Какую? Мы познакомились с Алексеем Потехиным в самый последний мой съемочный день. Так. В самый последний. Но я считаю, что это хорошо. Потому что, во-первых, мне кажется, как и Сергей Жуков в 94-м и Сергей Жуков в 2024-м, это два немножко разных человека все-таки, так и Алексей Потехин в составе группы «Руки вверх», молодой энергичный парень. И Алексей Потехин уже не в составе группы «Руки вверх». Тоже молодой энергичный парень. Молодой энергичный парень, но которому 52 года. Это все равно немножко другой человек. И мне было приятно позаниматься не лично с Потехиным, потому что меня бы, наверное, это как-то смущало, а позаниматься с видеозаписями, с архивами, с теми материалами вот того Потехина, который был в 94-м, условно, году. А можно спросить, сколько времени вы провели вот за синтезатором с одной рукой наверху и вот наигрывая? Ну, все же помнят, да, как это выглядело? Ну, я меняю руки. А можно посмотреть, вот насколько это... Ну, он стоя же делал. Стоя. Мне встать? Да, да. Я могу встать, да? Ну, старую Ямаху можно пригласить? Давайте я буду синтезатором. Да, да, да. Спасибо большое. Может, пониже? Спасибо. Ну, значит, и вот ручка пошла. Пошла. Ничего сложного, нечего пошла. Здесь же еще крутилочки всякие, их можно покрутить. Это тоже придает какой-то энергии и главное... Чувствуете, чувствуете? Чувствую. Чувствуете, чувствуете? А что вы сейчас играете? Я сейчас играю... На меня ты не сердись, на-на-на-на. Я так и думал. Уходить... Я так и думал. Идеально. Идеально. Стар Хит спрашивает через меня, наши друзья, что в образе Сергея было передать труднее всего? К чему больше придирался может быть и сам продюсер, может быть, режиссер, может быть, вы сами к себе придирались, говоря, что нет, пока не выходит у меня вот эта черта Сергея Жукова? Он здесь. Сложный вопрос. Наверное, не черта, а некоторые сцены, которые я просто не понимал, как точно их передать. То есть я же еще думаю о том, как я внутри чувствую свою роль. То есть, наверное, были какие-то моменты, где, может, мне казалось, я недонабрал, хотя, может, мне это кажется, в силу там своего актерского опыта. А так, я думаю, что первые съемочные дни были самые сложные. Было еще такое, как бы, когда наступаешь первый раз на землю, и камера включается, камера-мотор, а потом уже ты на эти рельсы наступил, ты почувствовал смелость и уже стал смелее, уже активнее делать сцены. А первый, я прям помню, жутко волновался. Ну, контроль же, понимаете, все равно. То есть вот у нас был режиссер, Сергей Евгеньевич параллельно тоже смотрит, и я понимаю уже ответственность, которая на мне есть, и чуть-чуть первые дни переживал сильно. Энджел, расскажи, папа открылся для тебя, когда ты сыграл его как-то по-другому, или после этого фильма, или после просмотра сценария или отдельных сцен? Я не знаю. Честно говоря, самое сложное, я абсолютно согласен, это первый день и просто съемки. Когда на себе камеры, когда давление, и тебе надо хорошо спеть в некоторых моментах, хорошо сыграть. Это довольно-таки сложно и энергозатратно. А с сестрой советовался перед первыми? Да, конечно. Ты можешь кому угодно в своей семье приходить за совет. У меня каждый за 100 вещей. Советовался? Что она тебе говорила? Самый большой совет это был про текст, конечно, наверное. Потому что я не знаю, как мне лучше запоминать тексты, но она мне дала советы, и я нормально все сделала. Слушайте, из всего фильма я уверен, что мы все легко будем повторять тексты песен с огромным удовольствием. Супер Ру спрашивает. Для ваших ролей вам пришлось окунуться в 90-е. В связи с этим от моих коллег из Супер Ру вопрос. Отличается ли сейчас молодежь от той, которая была 20-30 лет назад? Если да, то чем? Всем. Опа. Так. Четко у меня есть осознание того, что я с тобой полностью согласен, что вот эта вот злая мачеха это было время. Это ты прям круто сказал, мне прям понравилось. Ты даже запомнил, я буду это использовать. Спасибо. Это правда. То есть, но у людей они какие-то были, что ли, вот их хорошая наглость, знаете, вот есть в людях, когда по-хорошему наглый. Потому что в моем детстве еще это сохранялось, у нас были такие вещи, как споры, там, стрелки, что-то такое еще было в мое детство в школе. А сейчас ведь стремление на пятерку, то есть нужно учиться на пятерку, сделать все, как сказал учитель, точно, все правильно. Мне кажется, тогда это тоже было, но более, типа, менее как-то ценилось. По-другому это было все равно. У людей была хорошая наглость, какое-то стремление, что-то изменить. Сейчас я вижу наоборот. Да даже раньше девушек по-другому на свидание звали. Я тоже, мне кажется, в этом уверен. Ну что, можно раньше было, не было интернета, во-первых. Увидел в ресторане девушку, подошел, как тебя зовут, пойдем с тобой сходим там вечером в кино. Сейчас переписывался, там, слово написал, не прочитал, не ответил, ну и уже все, ладно. А вы вообще на улице последний раз когда с кем-то знакомились? Было у вас такое? Я, да. Да? Ну, недавно такого у меня не было, ну, может быть, месяц назад, да, я познакомился. с девушкой. На улице. Это были светы! Какое ламповое знакомство было, такое происходило. А вы как думаете? Насчет чего? Насчет того, молодежь какая была? Я вот подумал не про молодежь генерально, а про, если позволите, музыкальных фанатов. Так. Вот чем они отличаются спустя, условно, 25 лет? Раньше просто было меньше доступа к музыке, поэтому она сильнее ценилась, наверное. Если у тебя есть три кассеты, ты слушаешь три кассеты. Да. Бесконечно. И ты знаешь наизусть все песни с этих трех кассет, потому что тебе больше нечего слушать. Сейчас можно слушать все, что угодно, в любом объеме, количестве, и мало кто знает хоть одну песню наизусть. Даже при этом количестве и объеме все равно все скатываются к трем любимым кассетам, которые слушают, слушают и слушают. Возможно! Душе! Но! Но! Я как человек, у которого застал кассеты, я просто помню, что мне, может быть, даже с первого раза не очень-то и понравилось. Но я вынужден послушать второй раз, потому что у меня нет другой кассеты. Вынужден послушать третий, а потом уже как-то и понравилось, а потом уже и полюбил. Сейчас такое невозможно, наверное. И я не знаю... Ты знаешь наизусть хоть одну песню? Не группа «Рук вверх», а какой-нибудь современной группы? Вот наизусть, весь текст. Весь текст? Весь текст? Хоть одну песню. Давай сейчас, Энджел, давай-ка, признайся, есть ли в твоем, так скажем, музыкальном рационе что-то из современной музыки? Вообще, я меломан, я слушаю абсолютно все. Я не знаю, какой пример можно привести. Сейчас у тебя играет какая-нибудь песня на повторе, на репите, которая у тебя номер один. Что это за песня? Сейчас скажу. Ну, это больше, наверное... Я децело слушаю часто. Вот это поворот! Вот это да! Я говорю, я все слушаю абсолютно. Аплодисменты! А это законно? Еще вот извиняюсь. Ну и прямо... Заполнили. Еще вот в чем различие. Мне кажется, тоже вот фанат их, потому что я записи, которые видел еще, когда были концерты «Руки вверх нулевые», и когда переворачивали автобус там, я не знаю, встречали девчонки с такими эмоциями. А сейчас из-за того, что есть разные социальные сети... Ты и так можешь насмотреться, да? Да, люди видят, что человек, как он живет. И уже нету вот этого восприятия, что к нам в город сегодня приехал такой актер, понимаете, или певец. Вот еще в этом различии есть. А у вас двоих плакаты чьи-то висели, музыкальных групп на стенах? Я был безумным в какой-то момент, не то чтобы фанатом, даже какая-то у меня была детская влюбленность в Аврил Лавин. Так. Это не стыдно? Нет. Тоже? Ну, да. И у меня не было плаката, но у меня был диск. У меня был диск, и обложка была с ее крупным портретом. Я достал эту обложку, она у меня... На скотчке? У меня была певец Сандра. Сандра? Да, и она мне очень нравилась внешне. Я даже хотел себе лет в 12, чтобы у меня первая моя девушка была похожа на Сандру. Именно... Я даже сейчас теперь с ней люблю слушать Сандры. ОК представляет. Мастер-класс. В сервисе увлечения вы найдете мастер-классы от экспертов ОК. Пошаговые видео и полезные материалы. Общайтесь в чате с экспертом и другими пользователями. Смотрите мастер-классы по самым разным темам. Бесплатно. Прокачайте свое хобби на ОК.ру Давайте сейчас перейдем вот к чему. Что группа Руки вверх это группа, которая вот так с легкостью собирает самый большой стадион в стране. Вот так вот. Хлоп! И каждый год все уже знают, что проведут вечер июньский или июльский под суперхиты в суперкомпании. И прямо сейчас мы, наверное, сыграем самую известную фразу, которую можно услышать в Лужниках. Лужники, я вас не слышу. А что мы играем? Я не играю. Так, значит... А давайте сразу обсудим, что получает победитель. Это сильно мотивирует нас. Сейчас я процитирую группу Абба. Там она пела The winner takes it all. Окей. Так, я здесь вроде бы все настроил. Сейчас... Поговорите. Здравствуйте. Как ваше начало? Здравствуйте. На подавлении включено. Здравствуйте. У вас очень полнит вертикальная полоска. Перфект. Что? Ничего. Прямо сейчас один из вас будет садиться на этот разогретый мною стул, а двое будут объяснять и показывать одну из песен руки вверх. Задача... Объясняйте ли показывать? Ну, вы можете и говорить, там все равно ничего не слышно. Пантомима. Сильны в пантомиме? Безупречны. Я не знаю, что технику... Давайте начнем с меня. Хорошо. А, вот так? Ага. Ну, чтобы вы поняли. Берите, тяните верхнюю карточку. Верхнюю, верхнюю. Ля мюзик сильвупле. Как вот мы это покажем? Я! Нам надо показать фразу? Или нам надо показать... Я! Песню, чтобы... Я! Ты! На! Ты назови его! Ты назови его! Ты! Ты! Его! Мы говорим? Ты назови его! Ты назови его! Ты его! Я тебе говорю? Я тебя называю! Я тебе... Так, по-другому... Назови! Вот это я не понимаю! Мне нужно... Я Сережа! И он Сережа! Это? А, он твой сын? Ну, да! В этом слове не да! Ты назови его, как меня! А-а-а! Следующий! Следующий! Так! Проверяю, чтобы левое было левым, правое правым! Так! Давайте теперь я беру... К нам, к нам, к нам! Думаю! Думала, думала, думала! Браво! Браво! Думала, думала, думала! Думала! Да! Мальчишки, молодым... Уж прож... Так, это убираем! Так! Следующая! Думала, 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 что мы не брали эту карту, но другую взять! Легко! Вы не знаете песню? Не знаем, как объяснить тебе! Ты же не понимаешь! А-а-а! Вот так! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а! Самое странное, что она у меня играла в наушниках все это время! Зачем-то? Какие песни со словами эпиляция есть у Сергея? Может быть, мы не видели эту кассету, которую тоже раздавали в цирке? Садись скорей! Следующая! Так! О! Вам! А-а-а! Крошка моя, я поднимеску кляну! Правильно! Все! Давай! Я... Это... Это отработанный, да, у нас? А у меня песня кончилась! А-а-а-а-а! Я включит! Бери... Все? Мы взяли? А-а! Пффф! Пффф... Пффф! Я хотел униколнечани на Алешку! А-а-а! Не то! Потому что есть Алешка у тебя... Да! А-а-а! Как буду это померывать! Что вы взяли? Я-я-я-я! Еще! Да! Ты не заменил, как это произошло-то? А-а-а! С-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ! Потому что есть Алешка у тебя? По техим! ты я ж даже не знаю как это показать губы а чужие губы меняемся меняемся полетел полетел это прячем так у нас еще две осталось что скорее а у нас будучи показывай студент солдат студент а почему-то студент у меня ну не знаю что за вузом же в клипе покажи покажи 10 руки 18 мне уже правильно все отлично рассаживайтесь ребята у меня вопросик вопросик пожалуйста вот то что никто не знает песню что это была за песня кого никто не знает полечу за тобой полечу за тобой за твою мечту когда я увидел слово полечу я думал что-то про болезни поэтому вы решили убрать так ну что ребят часть съемок проходила в димитровграде это на родине группы руки вверх вводили ли вам экскурсии по местам так скажем боевой славы группы руки вверх честно говоря мне водили экскурсии моя бабушка мой папа я ну конечно у нас было мало времени но на ключевые места я сходил что ты имеешь ввиду под ключевыми местами ну папе на места они фигурировали в фильме да некоторые 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 места которые которые папа был в своей молодости и он не их показывал и было очень душевно душевно а вы какие места посетили в каких местах вы снимались и как вам про них рассказывали у меня наверное была единственная из курсии это утром я пошел купить себе сигарет и вот ларек был очень далеко я помню шел наверное минут 30 чтобы это купить вот для меня была эта первая экскурсия что я просто познакомился как бы с пространством но у меня не было возможности к сожалению посетить разные места что я поехал на съемочную площадку и целый день был на площадке и потом уехал снова вернулся хорошо что вы снимали в димитровграде и какое-то было место вот из так скажем из места мест сергея жукова по которому я скоро думаю что будет тоже водить огромные экскурсии что это было а это была сцена дк до до того самого дк прям вот исторически того самого может быть это реставрированы наверно то есть уже было дк но вот была сцена она была такая вот я помню точно передавал ощущение тех времен и я вот провел получается вот на ней мы записывали песню не скажу какую не смотрели а мы посмотрим скажи а по продюсер сергея жуков как-то боролся с папой сергеем жуковым когда ты играл сцен как-то он прятался переживания какие-то у него были вот эти вот обычные родительские или наоборот он больше был профессионалом и уже отдавался работе вот как это было это сложно а папа я дома уже буду это это сложный вопрос но папа он конечно полностью в работе он не дает наметки то что я вот таким был и он полностью в работе но в некоторых моментах конечно слеза слеза рассказывает но вы сами все увидите классно а для вас сергей евгеньевич как вы его называете ласково он кем он был на съемочной площадке таким другом или все-таки человек на секундочку про которого снимается кино вот как он выглядел ну во первых я в принципе воспитан так что я умею ну мне в первую очередь это первое это уважение очень большое к сергей евгеньевич и я безумно трепетно как сказать не то что к сергей евгеньевич а к сценам относился мне было важно каждую сцену не просто так сыграть мне хотелось чтобы это было все круто вот а на площадке сергей евгеньевич да рядом был всегда подскажет какую сторону не пойти потому что как актер может по-разному сыграть ты можешь в эту энергию в эту энергию зайти они тоже был твоим папой таким я мог всегда спросить как это было и все таки как мне точнее это передать всегда а он отвечал тебе как ты как актер смотри сам или давайте я все покажу и ручками нож нет нет плане про что про что да именно вот влад здесь скорее всего вот вот так ну внутри вот так и я уже через себя пытался это передать то что я услышал а еще такой вопрос ну понятно что когда говоришь руки вверх вообще думал думаешь а сергей ты понимаешь что это музыкант композитор гастролирующий артист но это еще и кино и телепродюсер это еще и ресторатор это еще многое 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 вот ты провел время вот бок о бок с ним как он все успевает еще и на гастролях я не знаю это большая загадка как можно все это успевать но я в принципе очень часто посещаю бары руки вверх опа да так так ровно поэтому я и взял эту роль и так получилось это короткая очень история так получилось что мы с съемочной группы я там снимался в сериале скоро выйдет и зашли мы пошли в караоке петь я захожу а и только пробы начались я сначала не понял думаю здесь сергей евгеньевич наверно был знак какой-то думаю вот фотографию видел еще фотографию видео потом в рост увидел я реально не знал то есть я не знал где оказался сначала и потом я узнаю что это евгеньевич табар сергей евгеньевич и я думаю знак ну естественно вернемся к вопросу той самой называемой шапки это когда заканчивается весь съемочный процесс и съемочная команда собирается в одном месте для того чтобы это все скромненько отметить скажите на шапке вы орали песню крошка моя или какие-то другие были исполнены уже вами хиты ну у меня шапка лично было несколько дней подряд а я в один день решил вас как у порядочного человека несколько шапок должно быть чтобы максимально весело ну естественно конечно руки вверх руки вверх руки вверх мы все вместе пели и съемочная группа то большая потому что у меня есть одна история знакомства с сергеем евгеньевичем когда в баре руки вверх он взял микрофон естественно там есть караоке и начал петь не руки вверх и никого-то там еще а любовь успенскую кабриолет и в этот момент в моей голове просто сам вот столкновение двух звезд произошло и у меня произошел большой взрыв и до сих пор вот эта картина когда сергей жуков по идеально поет уж простите мне кажется некоторых моментах лучше чем у спинска в этот момент вы решили посоветовать ему записать дуэт а расскажите пожалуйста как вы думаете вот каждый из вас ваше поколение твое поколение почему группа руки вверх ну давайте так единственная группа из того времени которая собирает сейчас стадион да мы знаем что огромное количество артистов групп там в разных переформатированных составах остались но их концертные все-таки не такие громкие как группа руки вверх и их приезд в любой город россии почему у них так вышло мне кажется сергей евгеньевич первую очередь важно же найти диалог с с миром и когда это все круто и понятно и подходит для каждого то это будет хоть еще столетиями существовать но если это вот попадает в душу вот естественно попадает и мне кажется группа руки вверх она из немногих групп который до сих пор умеет умудряется делать хиты новые да ну то есть когда мы были молодыми достаточно до относительно свежий но это прям хит не то что не так много мне кажется групп из 90-х до сих пор могут сделать хит имевших хитов полно но продолжающих делать одна энджел расскажи как так получилось что папа до сих пор собирает это не по одному поводу но один из этих поводов потому что он не играет кого-то он человек ну он он сам свой то есть вот он как на сцене как и дома он везде такой я считаю это очень большой плюс то что когда человек простой к нему ну есть тепло и собирающие стадион а ну и признайтесь кто пел вам позволили спеть своими собственными голосами или это все будут старые записи хотелось конечно хотелось спеть своим голосом но насколько вы знаете алексей потехин на каждом альбоме фанаты не дадут соврать особенно старых есть один трек в котором поевет алексей потехи песенка номер один песенка номер два номер три номер пять к сожалению в фильме не присутствует ни одна из этих пяти песенок но а я хочу тайну сохранить аху я хочу вот не рассказывать ну ладно фильм готов уже ждет своего выхода я бы хочу чтобы мы ответ закончили тобой есть уже у вас предложение понятно что руки вверх 2 будет ну не скоро как в какой-то момент может быть все таки снимет сергея продолжение этого боёпика есть ли уже продолжение где мы вас увидим у меня все активно идут съемочные процессы и выйдет несколько сериалов примерно ближайшее время но я потом про них расскажу я почему это спрашивают после вашего ответа я скажу почему у меня можете увидеть в театре музыкальном театре мне шаляпина в городе петербурге вот там вы можете меня увидеть собираемся поехали собираемся поехали все прежде чем ты дашь ответ потому что все равно у вас есть страх перед тем как гигантская фан-база группы руки вверх примет вас как исполнителей главных ролей в фильме про их любимую группу можно я скажу то что нас обоих я думаю беспокоит так мне кажется я лично боюсь очень боюсь в какой-то момент прочитать как какой-нибудь комментарий типа но это вообще не потехи но это вообще не он потехи же он же другой а такие комментарии будут нужно быть к этому готовыми мы все это понимаем но страшно их увидеть у меня вот тоже есть такой страх но у меня надежда что даже я же читаю комментарии я вижу что пишут фан-клуб что ну не похож не похож не похож меня надежда что я передал именно в первую очередь душу настоящего человека настоящего сергея евгеньевича и люди забудутся они посмотрят и увидят и не будет этой оценки ведь не это важно а важная история которая происходит в фильме и как она сделана а то что там похож не похож так не так это все не важно важно именно как это передано поэтому вот меня на это надежда что самое важное что все это сделано круто в актерские точно ну а вас мой милый друг мы еще увидим в ролях потому что у тебя там уже тропинка протоптана извини меня может быть нам стоит ждать какой-нибудь сериал типа плакс я не могу сказать какой проект так то есть уже ты в работе я не наговариваю но может быть будет какой-то проект вот так могу показать друзья какая-то тактика и мы будем ее придерживаться два сергея жуковых из фильма группа руки вверх алексей потехин всех их можно будет прекрасно рассмотреть совсем скоро в кино любить классную музыку пойте все что вам приходит в голову а в основном ведь это песни группы руки вверх пока меня зовут константин на месте а